В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Сам себя обезоружил. Житель Ботокского района сдал в полицию целый арсенал байп припасов. Сады вместо гор мусора. Ростельхознадзор добился ликвидацией 27 свалок в Дагестане. В домах потеплеет раньше обычного. В Махачкале отопительный сезон начнут досрочно. Первый юбилей мультимедийного музея. Исторический парк «Россия. Моя история» отмечает сегодня пятилетие. В Хасаверте полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Напомним, что 13 октября на улице Махачкалинское шоссе дворовая драка закончилась гибелью молодого человека. Один из участников нанес парню несколько ударов спину ножом. Как сообщает МВД, конфликт произошел на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Житель Ботокского района сдал в полицию целый арсенал оружия. Винтовки, пулемет, пистолет Макарова и более 4 тысяч патронов. Мужчина рассказал, что все это принадлежало его покойному отцу, который нашел боеприпасы в лесном массиве еще в далеком 99-м году. Полицейские осмотрели оружие на пригодность для дальнейшего использования. Россельхознадзор добился ликвидации 27 свалок в Дагестане. В результате земельные участки с площадью 20 гектаров очищены от твердых коммунальных отходов. И теперь они пригодны для сельскохозяйственного использования. С начала года инспекторами ведомства проведено около 100 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых и были выявлены несанкционированные мусорные полигоны. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, правоводателям земельных участков объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Дорожники во всеоружии готовы встретить зиму и сопутствующие холодному сезону трудности. Для обеспечения безопасности на федеральных трассах, прилегающих на территории Дагестана, задействованы более 200 дорожных рабочих и 100 единиц техники. Повсеместно работы также проходят и в других регионах Северокавказского федерального округа. По данным Федерального дорожного агентства «Кавказ», против зимней скользкости заготавливается также и пескосоляная смесь. На сегодняшний день подготовлено более 150 тысяч тонн противогололедного материала, что составляет 90% от необходимого объема. На участках автомобильных дорог, подверженных воздействию снежных наносов с прилегающей территории, планируют устройство снегоудерживающих сооружений. Полностью завершить подготовку планируют уже до 1 ноября 2022 года. В составе дорожной техники комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, колесные тракторы, а также другая вспомогательная техника. Сотрудники ФКУ «Портор Кавказ» ведут круглосуточное взаимодействие с управлениями МЧС, ГИБДД и ФГБУ Северокавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мэр Махачкалы принял решение начать отопительный период города досрочно. Об этом Салман Дадаев сообщает у себя в Телеграм-канале. С сегодняшнего дня службы приступили к подаче тепла в детские сады, школы, больницы и поликлиники. С 20 октября тепло появится в многоквартирных домах махачкалинцев. По словам градоначальника, такое решение было принято согласно многочисленным обращениям граждан с такой просьбой в личных сообщениях, а также в связи со снижением среднесуточной температуры наружного воздуха. Исторический парк «Россия. Моя история» отмечает сегодня пятилетие. Мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны с древнейших времен до современных дней, с начала этого года посетило более 130 тысяч человек. За что любят музей посетители и ценят работники, подробнее расскажет Ларьяна Шамхалаева. Гигабайты знаний в одно касание – так описывает мультимедийный центр директор комплекса Тимур Велиханов. Действительно, парк стал центром притяжения культурной молодежи. Здесь открыт интерактивный зал боевой славы, проходят мастер-классы по гончарному делу для особенных детей и даже есть собственный кинотеатр. Исторический парк за эти годы стал таким знаковым объектом для населения республики. Все знают, что самая интересная история, подача истории – это в историческом парке. Мы, наверное, гордимся тем, что мы сделали самостоятельную выставку 100 лет до СССР. И в этом году мы впервые сделали выездные самостоятельные выставки, интерактивные. Первая выставка была посвящена герою России Нурмагомеду Гаджимагомедову. И также мы делаем выставки. В прошлом году делали выездную выставку на Каспии 2021. И в этом году тоже наша экспозиция присутствовала на молодежном форуме. Сам исторический парк, как формат подачи истории, он уникален. Наша особенная гордость – это зал Майдагестан, где в интерактивной форме можно узнать всю историю, культуру, быт народов Дагестана. А такая изюминка исторического парка – это наш планетарий. Это единственный цифровой планетарий, насколько я знаю, в ближайших регионах такого нет. У нас несколько фильмов, и дети особенно с большим удовольствием размещаются на мешках, смотрят купольную проекцию планетария. Только за август комплекс посетило более 16 тысяч человек. Интерес к выставкам вызван тем, что страницы истории буквально оживают на глазах. Так любой урок становится не рутиной, а захватывает как кинофильм. При этом учебная программа запоминается лучше, считают педагоги. Сейчас подрастающему поколению очень интересно все интерактивные, все, что можно понажимать, включать и так далее. И таким образом мы, получается, убиваем двух зайцев, совмешаем полезное с приятным. То есть они узнают что-то новое, благодаря тому, что у нас интерактивное, они видят это. Они вот нажимают, например, князь Олег. То есть одно дело рассказать им об этом на уроке, а другое дело, они его увидели, как он выглядел, примерно его образ. Они могут там почитать. Если то, что они услышали, они не запомнили, но то, что они там увидели, они обязательно запоминают. И в следующий раз приходят там узнать историю другого кота правителя. То есть это их заинтересовывает. Также есть очень интересные столы интерактивные. Они могут просто провести рукой и наблюдают, как происходила какая-то битва. Например, та же самая Невская битва, Ледовой побольше. Они вот знают, да, как это происходило, какое время и так далее. Но вот они вот включают, проводят рукой, и там как будто бы все оживает. И они видят, как эта война происходила. На самом деле это накладывает отпечаток. На ближайшее время у мультимедийного комплекса масса планов. Для их осуществления сотрудники музея всегда готовы принять идейную молодежь. Нам нужны волонтеры. Мы хотим объединить вокруг себя все сообщество, которое любит историю, любит Дагестан. Хочется хранить культуру и традиции народов Дагестана. И в связи с этим мы сейчас планируем вместе с клубом «Медальга» проводить здесь мероприятия, создать здесь интеллектуальный клуб и проводить игры по типу «Что, где, когда». Парку нужны амбициозные и креативные сотрудники. Вот мы проводим кадровые конкурсы регулярно. Самая главная цель – выбрать талантливых и горящих идеи, сделать что-то особенное, интересное, современное. 20 октября любой зал комплекса можно будет посетить бесплатно каждому желающему. Это подарок горожанам и гостям столицы от руководства в честь пятилетия музея. Ларьяна Шамхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Потенциал есть, будут и победы. Впервые в Дагестане пройдет чемпионат России по прибрежной гребле. Вопросы подготовки к турниру, которые 21 октября стартуют на городском пляже Махачкалы, обсудили на совещании в Минспорта. Изначально соревнования должны были состояться в сентябре в Крыму, но из соображений безопасности они были перенесены на побережье Каспии. В обсуждении вопросов организации приняла участие призер Олимпиады в Токио Василиса Степанова, которая позитивно оценила возможности Дагестана провести чемпионат. Я вижу, как люди стараются, здесь и все министерство спорта старается провести соревнования на высшем уровне. Хоть нам дали всего неделю, и это очень сложно, еще не все лодки приехали, пока спортсменов нет. Но в любом случае, я думаю, что пройдет все отлично. Главное настроение позитивное, хорошая погода и заряд на победу. Я знаю, что здесь прекрасная природа и хороший климат для проведения летних видов спорта, которые именно на улице. И что касается, это, конечно, гребли. Наш вид спорта, он более летний, нам холодно грести зимой, лед может стать. А здесь всегда вода открыта, и были бы лодки, детей можно набрать и спокойно проводить все соревнования, также тренировочные мероприятия. В столицу республики для участия в чемпионате приедут порядка 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Нижегородской областей и других регионов России. На турнире будут представлены и дагестанские участники. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте, а также на Яндекс.Цен. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин